Вы выбираете или думаете над досудебкой, или досудебщик работает против вас. Сначала с первым. Ну, во-первых, давайте честно скажем, да, это огромная льгота. Половина от максимального срока, нифига себе. Если 15, то 7,5 максимум. Можно же и меньше 7,5 получить. Если пожизненная, то пожизненного точно не будет, и 2,3 от максимального срока лишения свободы. Это очень серьезная льгота. По особо тяжким преступлениям это очень серьезная льгота. Не 20, а 10, ничего себе. Поэтому, да, это привлекает. Пара ремарок, что не применяется отдельная норма, да, о смягчающих обстоятельствах часа второй статьи. Это пункт ИИК, да, явка с половиной. Вот. Ну и надо помнить, просто помнить, раз уж мы все пишем об этом, то что половина срока размера не распространяется на доп. виды, то есть штраф может быть максимальный, да, там, и различные другие доп. виды наказаний, да, там, они могут быть максимальными. Но половина, да, и 2,3, если есть пожизненный. Это льготы. А теперь я по пунктам попытаюсь объяснить, почему не надо выбирать досудебное соглашение. Ну, собственно, вот они все. Вот давайте пойдем по порядку. Неопределенный предмет. Вообще неопределенный предмет. Вы никогда не докажете, что вы выполнили или не выполнили досудебное соглашение, если только вы не поработали великолепно как адвокат над конкретикой в досудебном соглашении. Про это чуть поговорим. Нет, у вас будет написано «Дать изобличающие показания». Предоставить информацию о том-то, том-то, том-то. И что это значит? Смотрим пункт 2. В любой момент возможно расторжение. А знаете почему? Потому что вы дали показания, а вам скажут, ой, они не изобличающие. Нет, вот они как бы да, против него, но не изобличающие. Ой, а нам этой информации не хватило. Ой, а вы не предоставили, как бы там, такие-то данные о таком-то, таком-то, в том виде, в котором нам нужно. И так далее. Предмет неопределен. То есть это позволяет в любой момент соглашение с вами расторгнуть. Как только ваше поведение не нравится следователю, он тут же начинает вам намекать, что соглашение может быть расторгнуто. А у вас уже признание. Вы уже начали кого-то сдавать, вы уже, возможно, наговорили на разных людей всякое. Правду ли или не совсем, неважно, но вы наговорили уже, да? И тут вам говорят, смотрим третий пункт, тут постоянный крючок. Вам говорят, знаете что, Иван Иванович? А нам еще нужны вот такие-то показания. Вы говорите, а тут я при чем? Я ничего про это не знаю, я говорить не буду. Ой, Иван Иванович, вы плохо сотрудничаете. У вас вот тут написано изобличать, да? А вы как бы нет. Поэтому мы сейчас отменим. И у вас выбор. И вы становитесь, я не написал это в слайде, но вы становитесь дойной коровой для следствия. Вы становитесь дойной коровой, потому что теперь любые дырки следствия, а у следствия всегда много дырок, будут затыкать через вас. Проблема с какой-то информацией будут просить вас дать показания дополнительные. Откажетесь расторгнуть с вами до судебку, и вы все равно пойдете, что называется, со всеми этими признаниями в суд, и никуда вы уже от них, от этих признаний не денетесь, а срок вам уже никто не скостит тоже по полной программе, как вы хотели. Поэтому вы вынуждены подписывать все, вы вынуждены соглашаться со всем. Буквально две недели назад, да, две, позвонила мне адвокат, наше местное, говорит, Александр, у меня есть ощущение, что моему доверителю хотят лишнего навесить в плане квалификации. Но проблема в том, что мы на досудебном соглашении. Я говорю, нет никакой проблемы, просто забудьте о том, что вам кажется, что доверителю хотят немножко лишнего навешать, потому что вы ничего с этим не сделаете. Кроме одного, отказаться от досудебного соглашения. Вот если вы откажетесь от досудебного соглашения, если он будет бороться, тогда да, тогда мы можем подумать о квалификации, о доказывании, о всем остальном. Если он не откажется, тогда все это абсолютно бесполезно, потому что все ваши ходатайства, допросы, трутся в то, что следователь вам скажет. так, я не понял, вы не согласны с объемом, вы не согласны с квалификацией, ну все, тогда забываем про досудебное соглашение. Поэтому выбирая досудебку, вы на постоянном крючке. И вы всегда боитесь расторжения, всегда. А расторжение это возможно, потому что предмет неопределен. На досудебке люди механически получают вполне себе приличные сроки, за редким исключением. Гарантировать вам никто ничего не может в этой части. И поэтому не факт, что наказание будет меньше, чем соучастников. Нет. Может быть так, что оно будет на меньше на год, на два, но вы при этом всех сдали, на всех наговорили, в полном раскладе, да, правда-неправда. И самое главное, вы уже никогда не поборетесь за справедливость. Потому что, когда вы на досудебном соглашении, и против вас приговор в особом порядке, вы не можете обжаловать его по содержанию. Никакого обжалования по недоказанности, никакого обжалования по не той квалификации и так далее. Вы можете обжаловать только по процедуре. Вот по процедурным моментам, да, это можно. Но по квалификации теоретически тоже можно. Ладно, здесь, как бы там есть у судьи право изменить квалификацию, но это вряд ли поможет вкасаться. Здесь как раз у Максима Никонова можно спросить по этому поводу. Но в целом, вы по содержанию, когда вы заявите, что вы вас заставили, вас обманули и так далее, все, без шансов. Ваш приговор будет рассматриваться только с точки зрения процедуры. прыгать. Продолжение следует...